Я вас поздравляю с Новым годом, поскольку у нас в университете это соответствует новому учебному. Мы с вами давно не встречались, но у нас с вами предстоит достаточно насыщенный несколько месяцев. Первый месяц это наш сентябрь, окончание него, и октябрь месяц. У нас будут такие защиты, которые будут проходить через каждые две недели. Но это связано именно с тем, что сейчас очень жестко прописана реклама о подаче документов и, так скажем, реакции на эти документы. Поэтому все так быстро сложилось. Ну, надо сказать, что в целом для всех членов нашего учебного совета этот год прошел достаточно много лет, пока мы не виделись. Все живы, я не могу сказать, что все здоровы, к сожалению. Поэтому у нас, например, отсутствует Игорь Николаевич, который попал в больной ногой в больницу. Ну, Лубин Глава Ивановича непобедна, по каким причинам отсутствует. Ну, Лубин Глава Ивановича и Питву, Тима Ивановича, тоже даже сейчас болеет и тоже не смогут присутствовать на нашей защите. Тем не менее, и корм у нас есть. У нас присутствует раз, два, три, четыре, пять, шесть, седь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, 15, 16, 17 человек. Из двадцати трех. Для того, чтобы мы могли начинать наше заседание совета, у нас должно быть больше 16 человек, до третьих. То есть корма есть. И мы можем начать наше заседание совета. Заседание Совета будет посвящено защите диссертации для состыкания ученой степени медитата технических наук Макарову Дмитрию Владимировичу. Тема диссертации Дмитрию Валентиновичу, прошу прощения, да, высокоразвешающие режимы наблюдения методов сопротивления. Но если нет возражений, то я думаю, что мы тогда начнем наше заседание. И я прошу полностью то, что мне полагается огласить перед началом нашего заседания о его работе. Значит, название диссертации я вам сказал. Научный руководитель Моглиников Николаевич, доктор технических наук, доцент, работает в должности профессора на нашей кафедре, официальный напоминент Грузунов Владимир Васильевич, доктор технических наук, профессор, делающий различных букетов Национального мирового университета в Горнии. Но, как я понимаю, он отсутствует здесь, на нашей заседании. Второй оппонент Капустина Владимир Викторович, кандидат физико-математической наук, технический директор ООО ДИИ Геотех. Он здесь присутствует. Значит, ведущая организация, Институт физики Земли и ФСР Тарабовна. Я хочу просто нахолкнуть о том, что отсутствие одного из оппонентов не является причиной того, что мы должны, не имеем право проводить это заседание. Предполагается по реагиту, что обязан присутствовать хотя бы один оппонент этой работы. Человек, поскольку Владимир Викторович здесь присутствует, то мы имеем право это наше заседание провести. Нет возражений? Вопросов по теме диссертации по оппонентам это нет. Тогда, Борисович, вам слово и прооглашение основных положений в области диссертации. В Совет вступили все необходимые документы по списку ВАГ. Я познакомлю с отдельными моментами. Наш Макар Викторович, могу слить нашего братья. 2011 год, далее аспирантура. 2011-2014 год, в настоящем время он является сотрудником нашей организации научной организации старшекущей деятельности, которой 6 лет. Общий количество опубликованных работ 11, в поддержке диссертации 6 и в журналах 2, списка ВАГ 2 работы. Ну, если есть желание познакомиться с другими документами, то я могу прекратить. Но, вопрос у меня так, вы можете сказать, передаст к ним, с вами, сголки, и заключение организации, а вы у нас рады. Есть еще, нести, заключение нашей экзаменры, предварительное рассмотрение, положительное решение, предварительное решение. Тогда, в районе, если вопросы по бумагам, по документам, которые присутствуют, если вопросов нет, тогда, когда, когда вы у меня, в данный момент, выставляете 20 минут, и выставляете основное положение строительства. решение наблюдения, малобубинное электрозырочного наблюдения, и, как сейчас принято, часто потребляет литературия электрические или геоэлектрические мониторы, в настоящее время проводится на широком спектре инженерных и геологических объектов. Контроль расстояние этих объектов является важной актуальной задачей с точки зрения прогноза и предупреждения возможностей аналитных катастроф, охраны окружающей среды и безопасности жизнедеятельности человека. Несколько лет назад австрийской геологической службой был учрежден научный проект TEMPLE, по которому даются гранты научно-исследовательским группам для проведения работ на оползнях. При этом целью таких работ является индикация обрушения отзывов массивов с помощью электроразведки. Этой же геологической службой каждые два года проводится конференция, посвященная геоэлектрическому мониторингу и работам с помощью режимов на большом углу объектов. Несмотря на то, что последнее время возрос последние 20 лет примерно возрос спрос на проведение таких режимов наблюдений, в настоящее время отсутствуют инструкции или разработанные методические аппараты для проведения этих измерений. Также на рынке отечественной аппаратуры отсутствуют в настоящее время специализированные аппаратные комплексы для проведения этих наблюдений. Также моя работа состоит в разработке исследования методического аппарата для совершения этих измерений, а также доказательство того, что с помощью исследуемого аппарата можно регистрировать изменения геолитетического разреза во времени. Эта сентября состоит из пяти основных глав, изложенных на 133 страницах, содержатся 64 рисунка и 6 статутов. Специальная литература насчитывает 116 номиналов. Первая глава посвящена обзору литературных источников отечественных и рубежных авторов и состоит из двух основных частей. В первой части описываются различные всевозможные объекты, на которых в настоящее время проходят среженные наблюдения с помощью электроразведки. И сразу стоит сказать, что главенствующим методом проведения таких измерений является метод электрической томографии. И во второй основной части первой главы рассказывается про алгоритмы и подходы для решения прямых и обратных задач методов сопротивления применительно к электрическому мониторингу. Также в этой же главе описываются примеры специализированных программно-аппаратных комплексов, разработанных в Европе, специально для совершения таких наблюдений. В своей работе я рассматриваю, слегка ограничивая направление работы с помощью мониторинга, выделяя конкретную цель – выделение потенциально опасных зон в разрезе на ранних стадиях их образования. И модель такой зоны представляет собой аномальный по уделенному электрическому сопротивлению объект, который обладает малыми размерами по сравнению с глубиной своего залегания. То есть на поверхности, проводя измерения, мы наблюдаем очень слабые аномалии, которые зачастую могут быть скрыты внешними пометками и шумами. Такая задача в стандартных разовых геофизических работах, как правило, не разрешается. В основном это связано с влиянием геологических пометок, то есть с сложностью геоэлектрического разреза и с сложностью выделения этих слабых зон. Мониторинга, лишь в основном задачи обнаружения этого объекта немного слегка изменяется. То есть необходимо не просто обнаружить объект, необходимо обнаружить его появление или изменение в вмещающем геоэлектрическом разрезе. Для этого предполагается выполнять повторное наблюдение методов сопротивлений и анализировать все данные, которые распределены по пространственным временам области. Для начала необходимо оценить возможность стандартных электропомографических методик для проведения режимных наблюдений. Для этого осенью в 2013 году в деревне Александровке на электрическом поливоне в ГУ был выполнен эксперимент, в котором в течение трех с половиной суток через каждые два часа вдоль одного профиля проводились повторные измерения электрических географий. В результате получено 38 массивов данных, соответствующих каждому циклу повторному, и по этим наборам данных в дальнейшем делся анализ. При этом в процессе эксперимента предполагалось, что изменения должны наблюдаться в геоэлектрическом разрезе только в верхней части разреза. Эти изменения могут быть вызваны различными погодными условиями, например, выпадением дождевых осадков, изменением температуры и влажности вода. То есть большая часть разреза должна была оставаться неизменной по своим геоэлектрическим свойствам. По каждому набору данных, полученному в каждом цикле дела, выполнена двумерная инверсия. То есть были получены рядовые геоэлектрические разрезы. По всему набору этих геоэлектрических разрезов был рассчитан средний геоэлектрический разрез, относительно которого строились уже разностные разрезы. То есть как изменяется рядовой геоэлектрический разрез относительно среднего геоэлектрического разреза. Такое построение является вполне стандартным способом обработки материала в режиме наблюдения с помощью рекламы. Есть разные места, но глубины трех нет. И это действительно связано с влиянием погодных условий. При этом внизу наблюдается также отклонение, которое в среднем более 2-3%. И эти отклонения, их наличие на разведе противоречит предположению о неизменности геологической среды. Вероятно, и наиболее вероятно, они связаны с ошибками алгоритма инверсии, а именно с неустойчивостью его к входным данным. Поэтому в дальнейшем были проанализированы входные данные в алгоритм инверсии, то есть наборы кажущихся сопротивлением. Также был рассчитан средний пседоразрез, кажущий сопротивление, относительно которого для каждого рядового набора сопротивлений было рассчитано с разностью пседоразреза. К планеем таких пседоразрезов уже не превышают 10%. Если построить средний разносный пседоразрез, то есть как средний минерал, скажущий сопротивление за время всего эксперимента, то можно проследить некоторую вертикальную зональность. И в верхней части пседоразреза наблюдается максимальное отклонение, которое в действительности связано с изменением сопротивления в верхней части разреза. Далее наблюдается зона тишины, в которой отклонение минимальное, и это в принципе соответствует неизменности включаемого разреза. А на разносах дали более наблюдается зона уже влияния помех, связанных с понижением амплитуды измеряемого полезного сигнала. По результатам дальнейшего анализа были сделаны следующие выводы. Изменения геоэлектрических разрезов на регионах более 3 метров связаны с неустойчивым разрешением обратной задачи алгоритмов в реальной версии. Ошибки, которые с этим связаны, приводят к неоднозначности в локализации зон, в которых действительно может изменяться геоэлектрический разрез. Исследование изменения псевдоразрезов, кажущего сопротивления, позволяет определить фоновый уровень помеха шумов и характеру для конкретных условий проведения работы. Эта информация может в дальнейшем использоваться для корректировки методики съемки, а также для учета этой информации в дальнейшем версии данных. На основе этого хуманного анализа делается следующее защищаемое положение. Анализ изменений параметров геоэлектрического разреза во времени следует проводить с учетом исследования вариаций соответствующих ему всех разрезов, кажущихся в теоретии. В общем случае мы ищем какую-то локальную неоднородность, а именно ее изменения, которая контрастна с помещающим геоэлектрическим разрезом. И она, заведомо мы знаем то, что она мала и создает слабую аномальную поверхность рекордов. В дальнем частности в случае такой задачи, то есть движение малых размеров туннеля в виде профильного наблюдения, и мы пытаемся найти этот туннель. В какой-то начальный момент времени его ближний корец находится в 25 метрах под профильным наблюдением, в какой-то момент времени он начинает двигаться, доходит до профиля, пересекает профиль наблюдения и уходит дальше. Очевидно, что если мы ищем слабые аномалии, нам необходимо использовать такие электрозаведочные установки, которые будут с максимальной чувствительностью обнаруживать аномалию от туннеля. Такой установкой является трехэлектронная установка. По следующим причинам для этой комбинированной установки возможно выполнить так называемую детрансформацию данных, которая максимально повышает чувствительность измерений к локальному неоднородности. Фактически это вычитание из одной и той же точки псевдоразрезов, то есть вычитание из одной установки и другой установки. Здесь представлены псевдоразрезы, параметрная трансформация на различные времена проходки туннеля. Видно, что аномалия на таких псевдоразрезах разнополярная и симметрична относительно нуля, то есть относительно положения центра туннеля. При этом в прямой области аномальный сигнал имеет вид ступени, то есть вначале, когда туннель не изменяется, мы наблюдаем полку. Когда туннель уже прошел и опять же уже ступенистно стационарен полка и некий телефонный процесс, соответствующий появлению туннеля под профилем наблюдения. Если взять изменение вот этого параметра D на одном и том же разной ступени профилем наблюдения, мы видим характерную разнополярную аномалию. Существуют в геофитике различные объекты, которые дают в наблюдаемых полях подобную форму аномалии. Наиболее простым примером такого объекта является поляризонный деполь. В результате задача вычисления сложного геоэлектрического разреза может быть заменена задачей поиска достаточно простого тела, в данном случае поляризонного деполя, который наилучшим образом будет аппоксимировать аномальный параметр D. При этом проверка качества аппроксимации может выполняться с помощью способа обратных вероятностей, в котором рассчитываются коэффициенты максимального крупоподобия и абстреорная вероятность. Эти два статистических коэффициента имеют свои пороговые значения. Если коэффициенты выше этих пороговых значений, принимается решение о том, что аномалия присутствует в обрабатыванном деполе. По результатам и выводам, которые были получены мной, а также другими авторами изложены, формулируется понятие технологии электрического мониторинга локальных объектов. Такая технология – это совокупность методов, процессов и материалов, используемых при режиме электрозрительного наблюдения и решающих задачу обнаружения локальных объектов во времени в геоэлектрическом разрезе. Эта технология состоит из проектирования систем мониторинга, физметодики полевых наблюдений, а также способов обработки и интерпретации получаемых данных. Эта технология основана на методе электрической томографии, соответственно, измерения характеризуются своими многоэлектродностью, многоканальностью, а также датчики электрического поля, то есть электроды, равномерно распределены по участку исленного. Она предполагает повторные измерения в автономном режиме в течение длительного времени, следовательно ставить задачу планирования мониторинговых работ, то есть планирования методики измерений и системы сбора данных обработки. Она показывает необходимость построения алгоритмов обработки в пространственно-временном области. Кроме того, точность, с которой ведутся в настоящее время стандартные геофизические работы, гастированные 5%, она уже не подходит для такого измерения. Мы пытаемся обнаружить аномалии, которые гораздо меньше, чем погрешность измерения. Соответственно, необходимо повысить точность измерения. Для этого выполняются специальные меры для ее повышения на аппаратном методическом и техническом программном области. Эта технология определяет необходимость получения информации о всевозможных помехах, а также о фоновом геоэлектрическом разрезе для дальнейшего его учета. То есть определение фоновых характеристик, наблюдаемых характеристик полей. На основе полученных выводов делается следующее защищаемое положение. Разработана система требований к проведению режимных наблюдений методов сопротивления. Определяющая технологию электрического мониторинга локальных объектов. Требовыми предъявляются как методиками приемных наблюдений, так и способом обработки получаемых интерьеров. Основные результаты моей работы докладывались на научных семинарах, семинарах кафедры геофизики МГУ, а также на ряде международных научно-фактических конференций в Еленджике, Санкт-Петербурге и Москве. Вот в результате работы опубликованы. Было опубликовано 6 работ по теме диссертации, в том числе и публикации в рецензированных журналах и списках. Продолжение следует... Скажите, пожалуйста, методически это установлено, но больше в электроразведке постоянным током, что вы смотрите изменения от усоединенного разведа в процессе мониторинга. Потому что вот других методов, в частности, здесь есть в мониторинге, мы от начата разно здесь еще. То есть смысл вот этого физически... Я понимаю, при том, что у вас изменчивость уменьшает, если вы по статистическому уровню вы читаете. Это ли главная причина, что вы используете начальное движение? Или какое-то еще? То есть начальное движение, как вы считаете, которое вы читаете? Во-первых, в публикациях, посвященном управленной разведке и режимовым измерениям, в них существуют различные способы, то есть как вы выбрали тот разрез, в том числе, на который вы считаете отклонениями. Иногда это первый разрез, иногда это средний разрез, иногда это последовательное изучение разрезов, то есть первый, второй, второй, первый, второй, третий, третий, четвертый и так далее. Вот. Я попробовал разные варианты и взял средний, потому что у меня это казалось правильным. Кроме того, дело в том, что я не был уверен в том, когда я выполняю какое-то измерение, то есть первое измерение, я не был уверен в том, что оно не подвержено влиянию каких-либо помер. То есть я специально выбираю средний, осредненный, в надежде на то, что суточные колебания и прочее будут подавлены вот этим средним. Вы переехали? Вячеслав Владимирович, встречаю. Вячеслав Владимирович. Мы же будем сформулировать, в чем состоит актуальность, я не знаю, и знаю, что this question. По моему взгляду, актуальность, основная, наиболее актуальная задача заключается в том, что за последние два десятка лет, с различным появлением электрической томографии, очень активно начал применяться электрический мониторинг для режима инвизии, они очень активно начали выполняться. Появилась большая группа реальных задач, и я пытаюсь вклиниться в этот спектр. Пытаюсь заниматься теми же самыми задачами. Основная практическая значимость заключается в том, что я знаю. На мой взгляд, в тех публикациях, которые я обрабатывал при подготовке к этой презентации, не рассматриваются классы объектов, которые создают слабые аномалии на поверхности Земли. Как правило, наиболее распространенные объекты – это поиски, это работа на оплодневых массивах, это работа на плотинах, это работа на текарство с определенным правом. И, как правило, все эти измерения, все эти статьи посвящены анализу данных непосредственно, например, после обрушения оплодневого массива. То есть вот мы смотрим, вот у нас есть изменение сопротивления постепенное, вот у нас массив оплодневой сполз, и мы наблюдаем несколько черных сопротивлений. То есть немножко... Сейчас, я понимаю, что не очень... Хорошо отвечаю. Моя главная задача – это найти опасную зону в тот момент, когда она на раннем стадии ее возникновения. В большинстве публикации эта задача не решается, она не показывается. То есть измерение проводится уже в тот момент, когда известно, что действительно у нас плотина течет, известно, что у нас ползневое тело ползет, известно, что у нас действительно там есть внизу панельный провал. Я же пытаюсь сконцентрироваться на таких объектах на том времени, когда вот эта опасная зона только начинает появляться. То есть регистрировать очень слабые аномалии и, соответственно, придумать такой способ обработки данных и измерения, это измерение, чтобы с максимальным разрешением обнаружить это на данных. Так, пришло мне тем же. Мы поставили электроды, и мы имеем. Вот мы дальше анализируем данные. При этом почему они пришли, почему они выбрали такой шаг измерения, почему эти люди выбрали такую аппаратуру, и почему они выбрали такую частоту измерения, не в целом понятно. Поэтому я говорю, что в настоящее время просто мне нужно списка инструкций, то есть вот как реально нужно делать. И главное, как реально нужно делать, если ты пытаешься обнаружить инструкции, но все случилось. Ну, я, по крайней мере, пытаюсь его разработать. То есть это в представленном плане. Нет, в последней главе описываются вот эти меры, которые необходимо соблюдать, если ты хочешь делать точно. То есть, например, если ты хочешь избежать влияния выпадения дождевых осадок, например, то необходимо взрывать электроды под землю, то есть на порядочную глубину. Необходимо обеспечивать им специальные... Необходимо бороться с переходными сопротивлениями, которые могут быть высокими, например, в зимний период времени и прочее-прочее. Игорь Михайлович, пожалуйста, примерно диапазон тех глубин, которые вы исследуете. Что это? 10 метров, 100 метров. Это первые. И к тому же эти самые. Как вы сравниваете, чем вы лучше? Ну, скажем, соответственно. Ну, с радиолокацией. Я понимаю, но откуда-то там, очевидно, вы говорите, что есть диапазон тех, словно говоря, которые вы пропускаете. А фактически то, что вас интересует, ну, когда вы плотили, то это глубина, которая... Там одежда, туда. Ну, хочется обнаруживать такие аномалии на больших глубинках. Ну, в настоящее время понятно дело, что это... Ну, и это невозможно обнаружить аномалии на какую-то зону опасную радиусом, там, 1 метр, мне 10 метров. Я пытаюсь делать это на 10-20 метров. Понятно. То есть это 10-20 метров, 3-20 метров, да, от 7. Вот. И какие точности землительный уровень оплаты, которые обеспечивают. И обеспечивали при современной аппаратуре какие-то точки сядут. Ну, в рамках своей диссертации я рассматриваю такие аномалии, которые достигают порядка 1 лунных процентов, соответственно, для... Ну, в хорошем сопротивлении. Соответственно, мне необходимо измерять с точностью порядка 0,1 лунных 5 процентов. Реально, у меня нет уверенности в том, что стандартная электропонографическая аппаратура, она обеспечивает такую точность. То есть ее можно поставить на 2 года, и там не будет никакого сползания электронных компонентов, их характеристик за время всего наблюдения. На мой взгляд, как бы это ставит задачу создания специализированной аппаратуры, которая может удерживать такую длительность. То есть 1... Да, 1,5 процента. Ну, скажем, диапазон, хотя бы несколько месяцев. Да, в принципе, изначально эта работа была... Как бы получил основной толчок с работы совместных... Совместных работ меня и Игоря Николаевича с НИИСом, в котором мы опыдались разработать такой специализированный комплекс, который можно было бы оставить на несколько лет. Лет? Лет, да. Первый комплекс был создан, и, в принципе, это, насколько я понимаю, он сейчас на грани потенцизирования. И как бы задеяли эти параметры, или на другую? Ну, это достаточно сложный вопрос. Значит, как... Как заверялись зависимость от различных электрических компонентов внешних условий, например, это делали люди, которые... Как бы сборщики этой аппаратуры, они как бы компетентами были бы... Вот другой вопрос, что если мы бы сделали, обеспечили аппаратуру прекрасную точность, вот, это не гарантирует нам, что... того, чтобы мы приходим в поле, и после этого мы начинаем наблюдать суточные вариации, как же, сопротивление проекта, произвести просто температуру воздуха. Вот. Здесь уже стоял в этом... Как бы появилась уже роль геофизика фирмы, но как бороться с такими аналитиками? То есть заверка... Что для вас не было предметом наследования? Заверка для меня не была предметом наследования. То есть вы верите на себя. Сейчас. А я поднимусь. Вы в своей работе использовали два параметра, как бы считается, как бы считается, и, значит, удерживая физика фирмы. И подход два вопроса. Один, который низкий, классический, а второй, который наносит из-за того, что происходит. Так вот, зачем у тебя два таких параметра? Что ты дал опыт того? Что, я считаю, в оригинальном проекте? Два, если различные параметры, совершенно общались и вторые. Удерживая физика фирмы, изначально хочется работать с реальными данными, то есть с скажущими сопротивлениями. Реальными данными, которые мы получаем. Не искаженными какими-то математическими алгоритмами и прочим. Но мы знаем, что в итоге мы хотим получить распределение временного сопротивления в пространстве. А изучение кажущего сопротивления при этом нам не дают такого распределения. Мы не знаем, что... если мы померили на одном получили кажущее сопротивление в такой точке профиля на таком-то разносе, мы не можем это никак связать с реальной глубиной или с другим профилем. Поэтому в итоге, реально, конечно же, нужно работать с уже инверсированными данными, кажущими сопротивлениями, переведя их на два дневных сопротивления. Другое дело, что про результаты полевых наблюдений, а именно про кажущие сопротивления, никогда нельзя забывать. То есть реально кажущие сопротивления может дать полезную информацию при его инверсии в уже истинное удлинное сопротивление. Эту информацию необходимо использовать. Я подразумеваю полезную аномальность. В данном случае его тоннельно. Как в его дефиците зависит? Что лишь полезно или не полезно. Есть вполне конкретный аномальный эффект, который привносит положение, который привносит туннель в наблюдаемые поля, если он находится в втором полупространстве. Это его, это я считаю, полезным сигналом. То есть если где-то на полупространстве вы имеете всегда и имеете дело именно с такой моделью этого туннеля, и тогда уже все знают про то, что ну как это знают. Дальше вы что-то там ищете на этом фоне. изначально, ну в принципе да, то есть да, все вонарь это стал лучше. Михаил Завуслович, вопрос. Скажите, пожалуйста, что вы видите адекватность вашего туннельной модели и реального пузовного процесса? Учитывая то, что при этом после его процессе происходит существенная перестройка наборной нитрогеологической системы. А информация в виде системы на несколько порядков может исказить ваше геолитическое поле по сравнению с перенечением сухого материала, вот как вы моделируете в туннеле. То есть можно ли поставить знак между вашей туннельной моделью и реальному облазниваживаться? Нет, в своей работе я посмотрю конкретный ограниченный класс объектов, которые я пытаюсь искать, и облазнику меня не относятся. То есть скорее здесь надо сравнивать с поиском какой-то зоны фильтрации в насыпной платине. Облазнивое тело к таким объектам меня относятся, которые я рассматриваю. То есть я пытаюсь найти локальную зону маленькую. Понятное дело, что это не связано с этим. Нет, ну вы указали, в зависимости, что вы подназили эти катастрофы типа воздух не обвалов. Вот поэтому вопросы возникли. Еще вопросы есть? Вопросов больше нет. Тогда пристанавливайтесь в сети. Приходим к отзывам, которые были получены на диссертации на отзывы и в будущем организации. В начале отзыва наушный руководитель, который у вас в данном случае отсутствует, но тем не менее отзывы он пристал. Продолжение следует... Продолжение следует... Аминтарк, Афгани эта задача является на магистрате трубопроводов, особенно на местах пересечения дорогами. Кроме того, в субхозии, субхозионные грунты, обозные, а также являются объектами этих исследований. Для проведения таких работ особая важность это для диагностика развития опасных политических процессов. Это, в свою очередь, создает задачу магистрали подразделения сложных задач, в которые вопросы методики, точности и интерпретации данных выходят на новый уровень требований. По существу, в настоящее время существует проблема разработки нового метода геофизики, новых требований, технических параметров, афганистов, методики, нагрудения и интерпретации. Научная ценность работы состоит в следующем. Исследованы изменения сигналов, которые позволяют оценить чувствительность выбранной методики измерения к локальным изменениям в геометрическом разрезе, что определяет минимальные величины аномалий и эллипичной боли и, соответственно, возможности обнаружения меняющихся объектов, а также методики болевых измерений обработки данных. Также показано, что использование при проведении режимных наблюдений стандарта электродемографических методик приносит в процедурные версии дополнительные ошибки и конечные инфлюзации. Величина ошибки не позволяет обнаружить малокат красные объекты, создающие слабые аномалии. Для преодоления этих проблем автор разработал статистические алгоритмы обработки данных, которые позволяют обнаружить слабые сигналы от локальных объектов с учетом возможного влияния естественных искусственных подъеков. Сформулированы технические требования и проведения решений обновлений. Эти требования предъявляются к аппаратуре, используемые при измерении методики техники проведения работы. Практическая значимость работы в том, что автор разработан технологии электрометрического обновлений. Это позволяющая употреблять радиодиагностику развития опасных процессов. Это позволяет вывести время для принятия технических и агрессионных решений. Пока работал над темой в течение последних четырех лет, когда, собственно, и стала проблема разработки новой технологии. Работа написана четким научным языком. Отразлены только те участки общей разработки, в которых участвовав исключительно аккордиссертации. Поэтому работа написана самостоятельно. Все алгоритмы обработки выполнены и самостоятельно и показывают высокий уровень профессионализма. Макар принимал участие в полевых испытаниях приборов. Он тестировал приборы и находил отмечал недостатки изъява в работе желудка. Он лично участвовал в разработке и откладке некоторых модификаций приборов. Занимался обработкой анализа полученных данных. Оценивался работу приборов с позицией пользователя геофизика пользователя. В будущем магистратуре и аспиратуре активно участвовал в работе габель геофизики в ходе учебной практики полевых испытаний, которая выполналась в работе. За это же время он участвовал в работе на севере Тюмени, на северах квартиры в Якутии, на Алтаре в качестве руководителя геобидической партии в Дорчукойке при обследовании угольных месторождений. Всегда справлялся с технически сложными производственными задачами. тюмени, на северах активно также участвовал поведение учебной трансляции. В дальнейшем эта работа будет использована при чтении лекций. Считаю, что работа Макарова представляет собой полноценную предприятие месторождение отвечает революбака и автор заслуживает подтверждение скорой степени. Модин. Игорь Николаевич. Спасибо. В позовах ведущей организации или позовы на автоэфференцию? Да. В позовах ведущей организации. В позовах в этой нашей физической земли подписан руководителем Тихоцким Сергеем Александровичем. В позовах составлен основания проведенного научного семинара в городе Тролицах Центр геологического геологического магнитного исследования подготовлен Агейев. Существует значит это работа посвящена Руслан Воздух положительный? Воздух положительный положительный Существует на сокращение этот способ вы залежали встречать Ну да основания положительный подробно рассмотрен по плану замечания предыдущей организации первое защищаемое положение касается подлога связанного с вариацией предыдущих помеха трудно предыдущей полезной одновременно сигнал от термократного объема если он меньше этого порога это положение обошло в работе но в то же время оно достаточно очевидно в этой в этой части вероятно есть нереализованные возможности использования которых могло бы существенно повесить порог связанных поверхностей например использованием метеорологических каналов по параметру как комплексов например температура осадки и так далее с учетом установленных линейных связей между изменениями метеороданных и кажущих сопротивление позволило ослабить этот порт потом операции эффективной субъективной программы предпроизводительной системой с учетом этих пожеланий защищаемое положение тем не менее представляется обоснованным второе и третье защищаемое положение не вызывает возражений и представляет обоснованным введением и фактического пользования замечания из общих замечаний или пожеланий хотелось бы ответить в введении аппарат совершенно справедливо отмечает что в основном ввале выбора физического поля принципиальная задача для перепроектирования режимных людей к сожалению в работе анализ этой части внимания не уделяется все все начинается с тем диссертации ограничено стандартными электрозвращенными кубертуитами на постоянном токе здесь известны сообщения автора по сравнению эффективности использования разных источников разных подъеков из белки для засчетов можно отметить что в тексте нет пояснений вряд ли положения не считать согласны отзывы на автор ряда пожалуйста у меня тоже есть такое предложение пожалуйста разочитайте кто прислал отзывы общий список я сейчас читаю и потом вернуться замечательно по поворотам Погорелов белководский государственный национальный университет Кожельников институт сибирское отделение Лубин уральское отделение РАН Пустозеров Сибирь геофизика Жигалин РАН Ябна Виктор Анатольевич Ростовский государственный университет Фоменко Звутолай Евгеньевич институт наук о земле Южного генерального университета Аусе доктор технических наук Воронежский университет назначает институт педы земли Уросаев департамент движения кризис кризис корейский доктор наук университет Крылов Санкт-Петербург университет Рашидов научных сотрудников институт логонологии дальневосточное отделение Титов Санкт-Петербург университет Кашкевич Вагина Петровна Санкт-Петербург университет Санкт-Петербург Замечательно Теперь значит замечание замечание Борисович Борисович у меня вопрос Санкт-Петербург 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 Разреза данной информации необходимой для оценки корректности и применимости алгоритма А в Террифирате отсутствуют результаты связанных с разработкой системы планиторинга и сущей предлагаемой обработкой Устосер Другим важным моментом является алгоритм обработки данных с целью выявления плотальных объектов Вопрос достаточно трудный в следствии незначительных размеров неодобенности и большой глубиной делегания Сискатель предложил спуск обратных вероятностей в обозримой области статистического анализа смотря на имеющийся в нем малом количестве метод он оставляется наиболее оптимальным вызывает сожаление что приведенный алгоритм не был протестирован в реальной среде сжигали результаты обработки физических измерений имеются в собственном решении способность вызывать определенные недругие почему автор считает что при проведении режимных наблюдений задачи связанности необходимость разъединения разреза отсутствует явно глава вторая неустойчивость алгоритма версии определяет необходимость анализировать данные колес связанные с реальными изменениями разреза с влиянием различных шумов глава вторая также страница диапазона изменения уровня фона определяет чувствительность используемой методики возможных целевой аномалии было поинтересно увидеть оценки свойств аномалии которые гарантированно определяются на разных глубинах как суждение результатов исследований и проведен анализ полученных результатов модерирования при изложении результатов четвертый сделала в детали комментировать информацию 46 поскольку в тексте автореферата речь идет об основании на качественном уровне работы обработки данных померка в автореферате приводится результаты двумерного моделирования хотелось бы узнать мнение автора на предмет исследования моделей более сложных в том числе изучение протяженных объектов малых поля ализаторных целей структуру проектирования системы мониторинга выполнена в интернете только по писательной форме хотя ее восприятие было более полным при представлении схематического виде Аузин отмечает исследует ухаж график называет график геофизик технологией ее содержание существенно шире на странице 2 автора утверждает что при мониторинге исследуются неабсолютные значения эффектные параметры изменения во времени измерения тризис представляется неверно так как интересно представляет и абсолютные значения говоря о геофизик рядах в целом актов говорили постоянным контролем за источником поля как это организовать предъявление естественных политических политиков на рисунке третьих актов утверждают что необходимая точность измерения может быть достигнута увеличением времени измерения представлены педитарный тезис пришла противоречить самой судьбе достроившимся на аналитии на предъявление изменения значение глава вторая не указано какого именно происходили подвести шумы могут оказывать глиня уразает цель отметить что 6 6 4 сложно читается возможно так как калинский возможно большое внимание в своем работе надо было уделить вопрос именно какое влияние на результат мунидовика оказывает изменения в погоде в условиях в том числе сезонных крылов замечательное вызывает только защищаемое положение соискатель постарался сформулировать как и требуется в результате они против воли автора общая в религии и обобщенный характер необходимо отметить достоинство предложенного алгоритма отметить его объективно хотя бы по сравнению с визуальным выявлением изменений прошивки прошивки невозможно понять каким критериям руководства завтра делая ссылки с контактами террора не приведет рисунок с месторождения без положения геописического поликода неуказанной страницы или ссылки в электронном ресурсе естественно отмена невозможно понять реальную практическую значимость титул во втором томографическим методик что рисунки одели показаны разрезом планины делятся как среднего на котором введут наибольшее значение планины отметим что алгоритм инверсии предусматривает так называемые мониторинговые процедуры инверсий когда каждое последующее инверсия данных основано на результатах предыдущих в реферате не отмечено не отмечено выводили использована такая процедура третья глава было бы интересно сопоставить результаты полученные другими установками в частности дипольная ослепой и компетированные трехэлектронные четвертая глава в лавке не показано как работает алгоритм в сложных средах где отдельное запутение под намерен закон пятая глава недостатка в работе является осуществием практических примеров мониторинга до исключения примеров герой владыки вы закончили это пустот то есть правда замечание да пожалуйста во первых на замечание ведущей организации и на замечание на автореферар вы не как-то повторяйте обобщение выставили общее замечание отвечать на замечание я еще раз спрошу вас если вы можете обобщить общее замечание то ответим они общее замечание замечание организации я полностью согласен сожалею что упустил такие огрехи с замечаниями на автореферар во первых большое количество замечаний связано с тем что в авторефераре нет того что есть десертация конечно мы проблем с этим согласен к таким замечаниям в основном относится отсутствие рисунков по сравнению эффективности стандартов электроразведочных установок также отсутствие результатов работы алгоритма предложенного алгоритма в реальных условиях и отсутствие самих рекомендаций требований к системе длительного мониторинга локальных объектов по замечанию стола Константинов Владиславовича действительно существуют такие алгоритмы которые предусматривают данные мониторинга они рассматриваются в первой главе диссертации в рамках литературного обзора однако во второй главе ставилась несколько другая задача они показали что использование инверсии автоматичной или черного ящика достаточно опасно такое использование независимо от выглянного алгоритма приносят чревато возникновения некоторых артефактов которые в дальнейшем могут затрудниться на питацию данных для этой цели на мой взгляд сандартной алгоритмой инверсии вполне подходим замечание сжигали Александра Дмитриевича по поводу мы его высказывали что при проведении режима геофизических наблюдений задача связана с необходимостью расчленения геологического разреза отсутствует конечно необходимо знать фоновый геоэлектрический разрез однако это не является основной задачей в электрическом мониторинге или в режимах наблюдения методом сопротивления необходимо исследовательные изменения в этом разрезе то есть разрез необходим и другое дело что это не является основной задачей не только в целом с остальными замечаниями согласен спасибо вопросов об этом когда переходим к позову оппонента и первый оппонент это был Глазунов Владимир Васильевич вот это физический наук профессор логистого факультета национального минерального сырьевого университета в городе настоящий момент отсутствует но зато присутствует логина Глазунов Капустин может быть мы дадим ему слово а потом Борис Александрович засчитывает основные положения Глазунов давайте наезд в городе конечно и зато это не осталось автор не очень причем ну первое то что метод сопротивления наиболее подходящий метод для проведения режимных наблюдений поскольку датчики измерительные стоят очень дешево и аппаратура позволяет проводить национальный наблюдение значит в связи с этим современное состояние аппаратуры позволяет вести эти наблюдения в очень короткие интервалы через очень короткие интервалы времени и очень довольны здесь сразу мы сталкиваемся с той проблемой которую обнаружила то что функция которую мы измеряем становится многометрической то есть если мы проводим наблюдение зимой и летом мы получаем зависимость от температуры причем очень простую если мы проводим наблюдение через каждые полчаса то наша функция становится зависимой от целого ряда всевозможных параметров метеорологических магических и разных техногенных и вот этот момент автор подчеркивает и показывает что в данном случае требует совершенно иного к работе подобного материала в том числе он показывает что задача инверсии она естественно некорректна вот поэтому можно работать и с самим исходным материалом то есть каждую цепутину единственное конечно в работе не показано каким образом можно интерпретировать разрезы градусов сопровождения хотя математический аппарат который вы примените мог бы использоваться и для этого допустим помогли построить модель и искать тем самым способом максимальных колдоподок что касается математической части естественно автор выбрал наиболее популярный алгоритм здесь можно предлагать спорить о том что есть лучше и хуже но дело не в этом дело в том что он показал на мой взгляд показал основные моменты которые появились при таком подходе очень оригинально предложен на мой взгляд это тоже способ замены при решении обратной задачи использование модели не естественной а модели вот диполя который он предложил тоже прием который в принципе очень часто помогает обнаруживать аномалии и позволяет очень построить быстродействующий алгоритм на мой взгляд работа очень хорошая поэтому я так сказать на замечаниях даже не стал сосредотачиваться потому что естественно такой большой это очень большой вопрос и надо где-то остановиться поэтому если он будет этим заниматься и улучшать это положение то конца этой работы просто не будет вот а потом показано что во многих очень многих областях которые мы сейчас исследуем может применяться эта система ну и в частности мы с помощью хотя бы даже довольно такого простого способа можем наблюдать собственно говоря и движение самой геологической среды то есть форма ее существует мы видим как происходит в ней процесс очень интересная мысль высказана в частности о том что например если проводить мониторинг сопротивлений то ну например можно в том числе и наблюдать движение теплового потока то есть по изменению поля сопротивления или поляка сопротивления мы можем наблюдать как вы отмечали совет это конечно очень любопытная мысль и ее можно развивать дальше и переносить на другие так сказать процессы и объекты ну мне работе понравилось поэтому я так сказать дал положительный ну понятно хорошо спасибо вы будете отвечать на замечание которое не позвучало наверное не так когда я вам доставлю слово после того как зашлется второй второго поза тогда вы можете допить на другие замечания которые вы запускаете сокращение 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 у нас какие просьбы у вас вы комиссии аудитории чтобы слышал может быть у нас выйдет еще поцелу очень приятный запас существующие подходы к решению мониторинговых задач как правило основаны на эмпирических представлениях о характере изменений геологических свойств подобных представлены работой направлены на самушественные методы решения этих задач на основе разработки оснований геологических и методических основных сопротивляющих режимах декоразведочных дубликений что определяет ее несомненную научную и практическую значимость в том числе и актуальность надо отметить что тема связана с разработкой нового направления инженерной электрозведки поэтому неизбежно затратили широкий круг пробел в работе решаются задачи связаны с изучением путей повышения информационных возможностей на основе оценки влияния различных факторов результаты режимных измерений поиска эффективных методик полевых наблюдений а также методов обработки интерфекции далее идет разбор по главам я потом засчитаю замечание по тем главам можно к этому собственно и перейти или все-таки анализ по главам замечания оппонента по декорации выделить подведению в контексте сформулированных задач работы не совсем понятно почему автор указывает что отдельным направлением мониторинга является поиск и локализация в пространстве объектов обладающих малыми размерами и малым контрастом с вмещающейся в своих физических свойствах страницы пятна ведь главная цель мониторинга электрического мониторинга справедливость формулирована работа связана с выявлением аномалий связанных с локальными изменениями параметров разреза во время по первой главе несколько диссонирует степы диссертации и материалов приведены в разделе 1.4 который посвящен результатам решениях наблюдений 1113 года на зубных плотинах и разного типа исследования плотины дали ярко выраженные отрицательный результат свидетельствующий о том что электрический мониторинг безлодного состояния плотины обследованного типа практически невозможен с моей точки зрения данный пример указывает на необходимость рассмотрения ограничений связанных с особенностями строения объекта исследований затрудняющих успешное применение электрического монитория однако выводы по главе и с последующим текстом должное внимание этой ключевой проблеме исследований связанных с оценкой пригодности объекта к этим наблюдениям не видно глава вторая неопротив отмечить что подробно рассматриваемое влияние на результаты инвестиций данных электротопографических наблюдений факторов связанных с некорректностью решения обратной задачи хорошо известно это обстоятельство уменьшает научную ценность вывода в слоумирода на основе анализа неустойчивости и неодностаточности и анализации изводов действительно изменяющихся геоэлектрического разреза по данным электрического монитория практически значимость первого защищаемого положения снижает то обстоятельство что в нем лишь констатируется факт необходимости учета вариаций соответствующих псевдоразрезов кажущего сопротивление на получаемое геоэлектрический разрез для целевых объектов определенных новой первой цельной соответственно было бы сформулировать рекомендации требований для учета влияния известных внешних факторов четвертая глава при синтезе моделей среды вмещающей целевой объект следовало больше внимания уделить моделированию влияния не только временных но и пространственных помех связанных с локальными и логическими однородностями создающими стационарные эффекты подобного туннеля рассмотренные модели вмещающие среды в виде однородного или даже сложных построенных слоистого пространства представляют упрощенными для оценки применимости разработанной методики обработки данных режимов наблюдения условий свойственных реальных объектов исследований пределы которых могут располагаться локальные и контрастные неоднородности например инженерные сети и коммуникации и в описании вы в описании алгоритма практически не представлен способ определения фоновых значений параметра ключевую роль этого параметра отмечается автором при выделении аномального эффекта от целевого владельца в случае помеха в частности указывается на необходимость расчет коэффициентной корреляции все позволяет исключить ложные аномалии изначально присутствующие в анализировании данных примеры псевдоразрезов и характеристующих пространств распределения параметра при наличии побед обусловленных наличием стационарных локальных побед представляют необходимые для понимания особенностей процедур учета фоновых эффектов правомерности аппроксимации пространственного распределения для трансформации ритмического поля такса туннеля полизоризованных дипольных источников требуют обоснования по моему мнению без такого обоснования достается определение даже приблизительных геометричных параметров туннеля указывающих на его глубину и очки предполагаемых способов не стоит очевидно заключение отмечается значит положительный заключение в результате анализа диссертации знакомство с публикациями по теме мной сделано будет работать логично и содержательно раскрывать реализацию поставленных целей каждой защищаем положение в результате проведения оригинальных теней наиболее весовый значим разработанный для селеджи на основе селедо-стороннего образного анализа проведения теоретических экспериментальных исследований используются армян исследований новая ведетка основана и обработка дарных режимов наблюдений считается интересной четвертый пример при разработанной методик режимов наблюдений приведенные в работе доказывают результативность при проведении малогумительных исследований основные результаты опубликованы в журналах и докладываются на конференции авторинферар соответствует содержанию всех акций на самом высшем и сложном считается визитационная работа удовлетворяется в работе сложной новой научно обоснованной технологии режимов наблюдений методов сопротивления имеющих существенное значение для инженер и директор разведки сам 10 доступ к присуждению иском степени спасибо спасибо действительно в моей диссертации присутствует раздел в первой главе посвящен взысканию на плотинах мертвого типа режима взыскания и действительно этот раздел немного брошен и я согласен с этим наверное безвыблен но я специально ставил этот раздел в первую главу по следующим причинам во-первых показать еще на стадии литературного обзора что мною на момент диссертации действительно выполняет мониторингового измерения по той же самой технологии которые описываются в литературном обзоре с помощью анализа других статей то есть как другие люди делали мониторинг я сделал так же и у меня не получилось вот плюс еще необходимо было показать что существует проблема которая связана с конкретной методикой показать что ее необходимо изучать и проблемы которые были показаны в этом разделе они частично рассматриваются в следующей уже главе и фактически эти изыскания привели к проведению эксперимента в Александровке который уже входит во вторую главу по которому делается защищение положения вот а также было сделано замечание связанное с обработанным алгоритмом учитывает ли он наличие в георгитическом разрезе инженерных сетей коммуникаций которые приводят к сильнейшим искажениям наблюдаемых полей инженерные сети и коммуникации как объекты в моей работе они не рассматриваются однако в принципе пространство неоднородности которое связано со сложностью вмещающего разреза они рассматриваются более того при разработке алгоритма я предполагаю моделирую что георгитический разрез будет меняться неавномерно с течением времени то есть добавляют помехи которые обеспечивают этот неавномерный изменение георгитического размера остальные завершения не спасибо господин коллеги прежде чем мы придем к общей дискуссии я бы хотел напомнить вам что у вас есть проект заключения проекта диссертации но те кто уже знаком с проектом заключения то три человека последние в списке я их предлагаю включить в четную комиссию я тут разжаю не будем голосовать я думаю что этот вопрос будет теперь мы переходим с вами к общей дискуссии и я предлагаю выставиться по теме диссертации и вы товарищи Вячеслав Валентинович Печатко к сожалению ни на одном семинаре которого насматривала свою семью работы не было поэтому я слушал вы и должен сказать что честно говоря у меня работа немножечко улучшится потому что актуальность вклад на эту работу за счетом положения которые должны из причин они совершенно еще давайте подавел доизна автора работы состоит в том что об этом задом занимаются нужно как-то устроиться у детей вы согласитесь что доизна это такая довольно символическая ненаучно чтобы судить об актуальности работы нужно вообще говоря сформулировать и в самой работе и в докладе то что представляет тема этой работы что было сделано до автора в этой работе и что он собирается делать нового в этой работе в чем-то актуальность того что судить этого никак не звучит дальше значит возвращаемое положение значит вот смотрите первое возвращаемое положение оно звучит ну довольно так сказать несерьезно вот смотрите что написано оно из изменений и параметров разрезов следует проводить с учетом исследования всем вы понимаете вообще о чем мне третий тут уже проще по-моему был вопрос как раз на эту тему если уж мы говорим о динамике изменения среды динамики изменения дельного сопротивления среды так надо ее исследовать и думать о том как интерпретировать данные такого мониторника значит фраза о том что мониторник надо проводить с учетом исследования вариаций всех разрезов вообще говоря не информативно абсолютно информативная ценность информационная ценность первого возвращаемое положение просто не бывает ничто никак не исследовалось ничто никак не доказывалось в самой работе откуда вот это почему вот это я уже не говорю о том что это крайне сомнительный даже это первое второе возвращаем положение разработанный автор алгоритм обработки данных по словам там начнем это позволяет обнаружить полезную аномали понимаете я допускаю что в этом алгоритме есть единственное зерно в этой работе наверное я не читал саму работу поэтому не могу точно сказать но похоже на то но опять же формулировать вот так как здесь написано нельзя что значит сформулировать алгоритм обработки данных режимных наблюдений какие данные каких наблюдений какого цели этих наблюдений от этого все сильно зависит понимаете от установки зависит от цели зависит общая фраза о том что сформулировано какой-то алгоритм какой-то обработки каких-то данных это пустая фраза информационная ценность вот такого положения опять же муливая ее нельзя никак вообще воспринимать третье разработана система требований проведения режимных наблюдений что значит система требований на чем они основаны повторяю когда мы работаем какой-то мониторинг нужно первое формулировать цель этого мониторинга класс задач которые мы решаем ради чего вообще все это делается потому что последующая интерпретация данных мониторинга существенно от этого зависит от того что мы хотим мониторить в каком классе решать задачу в одномерном двумерном или в трехмерном кстати насколько я понимаю здесь ведет речь не только о двумерном постановке вообще речи даже нет о трехмерных хотя во всем мире это делается но это не звучит по работе значит какие могут быть требования проведения режимных наблюдений сформулированные неизвестно на чем остается только нагадываться в связи с чем для какой решения каких задач значит вот смотрите сама диссертация называется высоко разрешающий высоко разрешающий мониторинг мониторинг режим разрешающий режим такой название диссертации вообще подразумевает что автор в конце этой работы сформулирует методику высоко разрешающих режимных наблюдений это вообще обязывающая постановка задачи формулировка новой методики высоко разрешающих режимных наблюдений я по крайней мере без доклада не помню вообще не помню в чем состоит эта новая методика тоже непонятно если это все сводится к технологиям которые уже известны то ничего нового в этом нет значит это не более чем общая фраза ни на чем не основан они не могут быть ни на чем основаны в рамках той небольшой научной назовем ли так работы которую делал ее просто нельзя сделать за такое короткое время если делать серьезно то что понимается под тем что есть то наконец автор и в работе пишет повторюсь раз по крайней мере и говорит об этом докладе и говорит в ответ на вопрос что фоновый разрез это не главное главное мониторинг и что на самом деле можно сравнивать как с первым разрезом так и с последним так и один другим внутри последовательности так можно делать когда вообще все равно что у вас в результате получится может и так делать и так делать как вам просто понравилось ничем не обоснованно между тем от фонового разреза от того насколько он точно построен а он должен быть построен до начала мониторинг чего бы это ни было какого бы то ни было разреза в каком бы ни было классе задач одномерный двумерный интервент прежде чем начинать думать о том как изменяется что-то надо знать что это сначала для начала нужно построить этот разрез от того насколько точно вы его построите насколько вы изучите чувствительность ваших данных под отношением параметрам этого разреза зависит все дальнейшее иначе может не иметь смысла вообще дальше мониторинг чего-то если у вас нет никакой чувствительности в такой момент лежачем у меня километр это что-то в работе не сделано и не звучало если сделано настолько глубоко и далеко что оно просто никак здесь не видно значит я утверждаю что для того чтобы правильно интерпретировать результаты любого электромагнитного мониторинга и электрического мониторинга нужно знать разрез одномерный двумерный или трехмерный и в зависимости от этого знания размещать систему наблюдений на поверхности потому что от того куда вы поставите датчики зависит то как вы потом будете интерпретировать полученные результаты измерения куда поставить датчики вы можете приорвать сколько знает этот разрез изначально иначе последующая задача мониторинга превращается в игру слов можно мониторить вообще все что угодно как угодно но без какой-либо гарантии какого либо результата что я хотел об этом позже сказать к сожалению меня это работа никак еще желающие выступить Виктор принимает что не сколько сейчас мы писаем решение нашего собрания и работа на это обобщение первого этапа томографического мониторина которые пытались что-то такое сделать первым шагом и поэтому когда я распочитал работу я обратил на следующий момент три по крайней вещи явно имеющие научную документу и откладываться то что изучать то что проводить мониторию духового убедения это ясно на разных не было но что сделано в работе в ответ на этот вопрос и что сделано первое это все-таки он в рамках стандартного электроразведочного интерпретации связанной улучшил разрезами разрезами он попытался повысить точность интерпретации в рамках удельных электрических сопротивлений тех слоев двухслой разрезов которые как-то с другим выявляются то есть он все-таки улучшил стандартный подход компьютеры с учетом так сказать высокой повышения технической металлической разработки научной точности наблюдений и поэтому если это было достигнуто на самом деле оно как будто достигается в ближайшее время то первый момент это все-таки можно шаг маленький сделать научное управление для стандартной интерпретации в рамках удельных электрических сопротивлений народ по направлению одной двухмерного размера вторая известная значка впервые они сделали то, что привлекли просто удельные сопротивления наблюденные измеренные и начали их анализировать без истинных сопротивлений то, что измеряется применение стандартной методовой вероятности не надо никакой классической интерпретации вторая часть самостоятельности она явно новизна и технические вопросы и металлические вопросы и статистику известные и доказательные и третий момент все вот эти тоннели интересные интересные задачи она но планово тоже повел математическое составило полем математическом движении объекта и вот какая-то изюминка в этом разделе у меня появилась я поэтому считаю предыдущие замечания о том что нет никаких незаконных весны не согласен считаю что есть несколько шагов это считаю что это первая шаг проблема будет работать еще много ни одно поколение не я еще желающего спецсловения работа Бакарова происходила на наших глазах в лаборатории глубинной электрозведки неоднократно обсуждалась на семинарах по частям и вся в целом поэтому есть нехорошо знаком и эта работа в процессе ее выполнения и обсуждения критики значительно менялась я считаю что в том виде в котором она представлена ее нужно защищать работа выявила несколько парадоксальных фактов ну в частности значит вот тезис что покажущимся сопротивлением по разрезам коржущих сопротивлений лучше делать выводы о изменении среды то есть выводы мониторинговые чем по результатам инверсии этих коржущих сопротивлений на самом на самом на самом деле имея дело с большим количеством данных полевых всегда меня поражало разрез кажущих сопротивлений обладает удивительной красотой потом потом мы его интерпретируем либо одномерная интерпретация либо двумерная красота это значительной степени куда-то исчезает не всегда удается справиться с этим материалом вот Макару удалось этот тезис показать с помощью некоторых рисунков которые в конце концов ему удались что действительно лучше брать коржущие сопротивления еще один момент вот их ориентация с самого начала на очень точную аппаратуру значит эта аппаратура была разработана с ее помощью проводились измерения и оказалось что наше представление о среде и вариациях измеряемых параметров они нуждаются в новом осмыслении осадки колебания температуры изменения погодных условий оказывают такое влияние что сначала даже было непонятно как со всем этим справиться и эти влияния не линейные да температура должна влиять линейные но дело в том что температура влияет в разных интервалах глубины на поверхности мгновенно с глубиной отставания все это приводит к очень странным изменениям в результатах изменений ну и наконец третье увлечение которое значит с которого вся работа началась это аномалии типа тоннел ну надо сказать что это аномалии была поставлена с самого начала разработки что могут возникать такие тоннели которые нужно мониторить мы например знаем огромное количество тоннелей на границе Мексики в которой я работал и Соединенных Штатов всякими значит ОПГ как тебе говорят группировками которые беспрерывно строят для переброски разных материалов через границу а специалисты Соединенных Штатов занимаются проблемой как можно эти тоннели значит обнаруживать отбойные лотки значит создают вибрацию их можно обнаружить обходятся они безотбойных молотков делали химическое растворение глутов электромагнитные помехи начали обходиться без электромагнитных помех не применяют там значит электричество ну и так далее аналогичные проблемы возникают на границе Израиля и окружающих значит стран ну и вот в эту проблему пришлось втянуться Макарову значит для уже наших российских задач но это не только опробовано большое количество установок выбраны оптимальные установки которые позволяют эти тоннели как действительно Макаре очень зловенькие обнаружили он участвовал в эксперименте на прокладке тоннеля метро и этот тоннель был обнаружен в тот момент когда он прошел мимо измерительной системы я считаю что это одержана такая серьезная победа что для меня важно в этой работе было выявлено огромное количество трудностей как только измеряемые значения пули стали намного точнее ну на порядок я бы сказал точнее обнаружилось такое количество подводных камней которых мы даже не подозревали что это привело к переосмысливанию всей проблемы измерения оказывается что проблемы возникают все время есть публикации на эту тему обычные там нержавеющие электроды удобные недорогие значит как сказал Капустин не всегда удовлетворяют решение этой задачи сейчас на западе предложены платиновые электроды еще какие-то которые являются очень мало шумящими и используются для длительных режимных наблюдений не меняя своих характеристик то есть вот работа в силу того что она пионерская она вытащила огромное количество проблем часть этих проблем Макару удалось решить обратить внимание значит читателей потенциальных его публикаций и диссертаций на наличие этих проблем и предложены некоторые решения поэтому я считаю что работа заслуживает и в рисковой стиле будут голосовать положительные спасибо еще желающие есть без звука ну конечно защита очень сложная но если и работа сложная вот другое дело что преподнесенный материал сейчас на защите не очень оптимально хотя что-то понять можно конечно для меня а я слушаю это работа в институте физики земли поэтому это я говорю уже немножко больше чем конечно соответственно все мы говорим что а он не остановился на модели ничего на модели он остановился следующим образом он построил такую модель до 10 метров по глубине там полно аномалий электрически которые меняются связаны с тем есть осадки и так далее и так далее это первый слой и второй слой более глубинные объекты то есть объекты от 10 метров до 30 метров которые больше всего интересуют когда говорим о том что насколько устойчиво плотина насколько устойчиво эти самые рабы которые ровек свои панели и так далее и здесь очень важно что он заметил очень интерес что даже обычные электрозвездочные работы которые говорят что глубина пропорционально разносу что соответственно на кривой просто рука даже если написать то первая часть с малыми разносами она здорово меняется от поверхностных условий а вот большая глубина она оказалась и она касается внутри что она меняется от поверхностных условий вот эти меньшие степени и большие степени на них сказываются изменения именно вот этой большей глубины то есть в общем-то говоря это позволило конечно сказать о том что ежели вот это большая глубина что ежели соответственно там меньше влияет поверхностные неоднородности а больше влияет глубины неоднородности но он показал что это влияние мало просто физически мало составляет 1 процент а то еще и меньше поэтому на мой взгляд он обосновал просто потом потом если берем вашим научным руководителем я бы вас поругал здорово понятно чтобы эти вещи не донесли до публики условно и соответственно он обосновал что если достигнуть повышенной точности измерения и дойти на точность измерения десятая процента а лучше сотая процента и получить это на аппаратурном правильно только что говорит с электродами электрозведчики сколько десятилетий уже входит до того что хорошей имеется ввиду неполевизующие силы так достиг тех возможностей что это точно кажется получается поэтому если сделал поправку шероховатости защиты и представление что всем кажется инверсии тут не надо применять в общем-то говорят классическом варианте как решение задачи просто говорить замерзируется о геологической инверсии это же может тоже решение геологической задачи я бы так сказать желаю ему счастливого пути а голосовать я буду за спасибо спасибо еще желаю еще быстрее своими ну тогда вначале хочу комментировать слова Вячеслава Валентиновича по поводу загорофонового разведка согласен потому что я ну вероятно я не донес это в своем ответе в предыдущем но конечно же выбор фонового разреза важная задача другое дело что я забегаю решение этой задачи на стадию некоторых проектов заскания как вы сказали перед тем как начать что-то мониторинг нужно прийти вначале и все это изучить и в последней главе где я рассказываю срок некоторые методические и технические требования которые должны предъявляться при решении подобных задач то есть поиск слабых аномалий от локальных объектов больших глубинок я говорю то что действительно необходимо начать изучить все помехи которые всевозможны как проявляется конкретно как изменяется георитрический разрез под воздействием например терротевых посадков как с этим бороться можно изучить сам георитрический разрез что потом возможно делать какие-либо моделирования и получить максимальное собрание я просто это сказать потому что действительно фонарный разрез важен и просто я его рассматриваю на предпроект это заскание но при этом основное заскание в мониторинге все таки повторное наблюдение уже полностью функционирующая система которая направлена на обнаружение действительно изменений в уже известном георитрическом разрезе я благодарю вас что вы пришли послушали мой доклад у меня очень ценно замечание которое вы сказали относительно моего доклада относительно моей работы относительно автореферата и в целом исследования я надеюсь что я частично аспекты изложенные в этой работе попробую довести попробую продолжить хочу поговорить своих оппонентов очень приятно что они откликнулись и написали положить работу не дарить нашего водителя которого к сожалению сейчас нет здесь ну а также весь состав кафе геофизики которые помогают мне работать на моем институте спасибо по сути делом процесс защиты завершен и мы сейчас переходим голосовать у нас комиссия счетная комиссия измана Валерий Алексеевич и товарищ вы сейчас собираетесь собираетесь Veterans POINT С YEARS . ДИНАМИЧНАЯ СИГНАЛ СИГНАЛ . СИГНАЛ . . . . . . . . . Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я могу напомнить вам еще одно положение, которое возникло совсем недавно. Якобы Московский университет имеет право теперь самостоятельно выдавать дипломы кандидатов и докторов наук. Вот до меня, как председателя Северционного совета, еще не дошло это решение. Якобы оно уже принято. Вообще, очень много произошло всяких изменений, я потом вам уже расскажу, перед началом следующего свидания о том, что у нас здесь есть. Но, тем не менее, если это не вам будет утверждать, то будет утверждать учебный совет Московского университета о том, что вам не судят учебности. Но формально вам не считаться именно с этого момента, когда прошла ваша защита. Это первое. С чем я вас поздравляю. Друзья, всем вам было бы заключение Диссерционного совета, и есть ли какие-то замечания по тексту этого проекта заключения. Если так замечаний нет, тогда мы, наверное, принимаем этот проект заключения, и мы его... Нет, здравствуйте, а? Ну, тогда я думаю, что мы должны голосовать, проводим. Теперь у меня есть такое предложение. Давайте мы с вами организуем небольшой террорист, и мы уже надеемся. Попить чайку, немножко стригнуться, и без двадцати пять, к сожалению, у нас... Мы идем немножко споздать. Вы уже не можете, да? Нет, ну, хотя бы только с узкой. Пять. Двадцати пять, к сожалению, без двадцати пять. Давайте мы начнем без опоздания, без следующей решения. И в этот момент мы должны поздравить сочетание. Да. Вы поздравили, пожалуйста. Я кто? Здравия? Поздравление? Конечно. Димка. Я тебя поздравляю. На камеру играешь, да? Да. Хорошо, хорошо. В твоей очереди. Давай, давай, давай. Поздравляю. 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 Прошла отлично. Ну ладно, все. Спасибо. Поздравляю. Поздравляю. Продолжение следует...